Я Манин, Алексей Смирнов, доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Как начинается утро у артистов в цирке? У каждого по-разному, в зависимости от жанра. Как вы проснулись? Я сегодня проснулся с надеждой увидеться с вами. О, как это мило! Здорово! Поскольку жонглер, то наверняка взяли, прежде чем кофе налить, чашку, ложечку. Взяли, разомнулись и поехали на радио. Нет, конечно нет. Расскажите про программу, что привезли, сколько каких животных, вообще какие фишки, чем будете удивлять? Наша программа называется «Цирк зверей династии Филатовых-Клыковых», но рабочее название «Зоо Оливрувер». Мы привезли разнообразную, разножанровую программу. В ней предоставлены множество номеров оригинального жанра, номеров с рекордными трюками, а также очень большое разнообразие экзотических, хищных и просто милых животных. Мы поговорили немножко с ребятами за эфиром, у них есть уже опыт гастролей за границей, и там от них все время ждут русского колорита, балалайку, матрешку, что-то такое. Пытаетесь отходить от этого? В чем вы считаете ваши ценности как цирка династии Филатовых? Вообще, что вы несете сквозь поколения? Ну, если мы заговорили о поколениях, то для начала я бы хотел сказать, что этой династии более 170 лет. Берет оно свое начало в 1836 году. Именно в этом году губернатор Нижегородской области дал разрешение Филату по Водырю с Медведем выступать на рыночной площади. И потом как-то у них там завертелось, закрутилось, и родоначальником династии считается Иван Лазович Филатов, основатель зооцирков. А всемирную известность принес Валентин Филатов со своим медвежьим аттракционом. Медведи ваш хлеб. Да, наш хлеб медведев. Можете привести несколько примеров, что умеют ваши медведи, чего не умеют никто? Наши медведи, вот в том-то и дело, что они идут в ногу с трюком, так скажем. Выходит акробат, делает трюк, медведь повторяет. Выходит жонглер, делает трюк, медведь повторяет. Наши медведи умеют практически все. И дежурный просто на велосипеде катается, да? Бывает и такое. Есть какие-то секреты, какие-то особенности характера медведей? Как вы с ними работаете, как вы с ним находите общий язык? Ну понятно, что они вы лично, потому что... Ну я стараюсь избегать, да. Я тоже убегаю. Но вы же все равно наблюдаете, что они больше любят? Какую-то ласку или наоборот там, жесткость? Ну знаете, из моих личных наблюдений, секрет тут только один. Проснулся пораньше и пошел договариваться с медведем. Они же тоже как люди со своим характером, со своими там желаниями. Силой труд все перетрут, здесь все очень просто. С самого утра нужно с ними общаться. Всегда один человек, да, какой-то должен быть с ним? Ну да, да, ты берешь животное, с детства его растишь, там, тебе помогают, соответственно. Один человек с такой группой животных не справится. Но это, как правило, папа у них один. Супер. Интересно, давайте перейдем к вашим личностям, так скажем. Все-таки у нас в гостях именно Илья и именно Алексей. Алексей жонглер, Илья клоун. И совместите все тоже с жонглер. Они все немножко совмещают. Это как в журналистики. Хочешь зарабатывать, умей много дел делать. Крутиться и вертеться. Но вы молодые артисты цирка. Мне интересно, вы как-то вот пытаетесь... Ведь, ну, что жонглер, да, что клоун, да. Это же, ну, такие уже известные давно людям артисты цирка, да. Ну, что-то же хочется принести новое от себя. Конечно, конечно. Синтез, синтез обязателен. Без синтеза мы, ну, встанем на месте. И возвращаясь к разговору о том, что зритель у нас стал очень воспитанный. Очень насмотрелся. Сейчас YouTube, пожалуйста, все что угодно. Очень начитанный. И мы синтезируем искусство. Допустим, у нас не только жонгляш, но и акробатика туда вставляется. И клоун у нас вообще должны все уметь. Поэтому синтез обязателен. Без синтеза мы не сможем удивить. А мы должны шагать в ногу со временем, в ногу с трюком. И тоже отходить вот от этой матрешки-балалайки, да. Потому что, ну, матрешка-балалайка тоже, может, интересно за границей кому-то там далеко, в Перу. А здесь, ну, чем-то удивишь. То есть вы, допустим, ножами жонглировали. Давай балалайку. Ну, пожалуйста, вы балалайками жонглировали. Ну, а я что ж, ну, могу пожонглировать. Стараемся удивлять, находить какие-то образы, подходы, возможно, в режиссуре и так далее. Развиваться надо и синтезировать тем более. Илья, образ клоуна, Саша, правда, действительно очень трудная штука. Как вы его искали? Как вообще началась цирковая карьера у вас? О, нет, цирковая карьера началась очень весело. Я вообще поспорил именно с клоуном, что я приду в цирк. Серьезно, бывает такое в жизни на спорте? Наверное, только у клоуна. Давай на спорте. Да. У меня также, ну, был в цирковой студии, ходил, там, что-то с полгода. И вот решил. А до этого какие были цели ведения своей жизни? Кем вы хотели стать дурой? О, я вообще пел до цирка. Ну, все равно клоун. Да, да. Ну, я не в этой сфере, я как бы, это разные вещи. А когда студия цирковая и студия музыкальная, они рядышком, там дружат все друг с другом, поэтому... Но есть у вас амплуа? Вы грустный клоун, веселый. Какой? Я портящий все. Шкодный такой. Да, да, да. Какой сценический псевдоним? Это очень сложно сказать. Илья Астаманьяна. Да. То есть берете, допустим, у кого-то из зрителей часы, да, и сейчас будет фокус, разбиваете часы, а не фокус не получился. Нет, я их просто забираю и ухожу. Нормально. Они работают в паре с Михаилом Филатовым-Клыковым, клоунский дуэт No Comments, и у них очень сложные отношения там разыгрываются. Салон красота программы, а Илья душа программы, и вот вечный конфликт между ними. Да. И развиваются отношения. Супер. У нас еще к вам много вопросов, друзья. Прям хочется очень заставить вас номер какой-нибудь показать. Настолько это уже одной ногой в цирке, что прям не терпится. По-моему, после рекламы обязательно вернемся. Ой, весело очень. Студии, как никогда, у нас в гостях цирк Филатовых Илья Манин и Алексей Смирнов. Еще раз доброе утро, друзья. Утро доброе. Здравствуйте. Например, у нас есть эквилибристы на першах под руководством Алексея Еремеевича Сарыч. Чтобы радиослушателям было понятно, перш – это такая длинная труба, нижний исполнитель ставит ее на лоб, а наверху, да, верхний делает трюки. И у Алексея Еремеевича есть, ну, его авторские трюки, там, двойные балансы. Это свежий номер в программе или это уже тоже… Да, в нашей программе это свежий номер, а так Алексей Еремеевич тоже всю жизнь в цирке, он народный артист России, да, и на это без содрогания сердца не знались. Чтобы вот это вот воспроизвести, даже самим артистам страшно на это смотреть. То есть на голове шест, там стоит человек, и он на этом Да, на этом человеке еще шест, там еще наверху там троллевали такое. Сколько времени нужно, чтобы поставить такое? Да жизни люди тратят, как бы. Так и до сих пор они развиваются. Да, конечно. И как и мы, как жонглеры, мы постоянно растем. Прежде чем вы первый раз показали этот номер и с того момента, как начали учиться, сколько прошло неинтересно очень? Ну, я не знаю, лет, наверное, сколько сейчас. Одиннадцать, пятнадцать жонглируют. Да, одиннадцать. Да, так до этого мало. Люди всю жизнь жонглируют, потому что там можно ограничиться только с фантазией, и трюки развиваются, и моды на трюки даже присутствуют в жонглёрском сообществе. Прервала я вас, сделала акцент именно на этом, и ещё про рекорды вы хотели продолжить рассказывать. Ну, из интересного, может не из рекордного, а из интересного, мы жонглёры в темноте, вот например, мы жонглируем светящимся реквизитом в темноте, они создают разные геометрические узоры, тоже интересно посмотреть. Бывает, реквизит дает сбой, и мы не светящимся реквизитом. Всякое бывает, случаи разные. Это означает жонглёр-невидимка. Кто поймал? Не слышно, кто поймал, да? Свет включили, все в крови. По поводу гастролей, каково это быть артистом, который всё время гастролирует, всё время на колёсах, какой-то накладывает отпечаток это на работу и на жизнь? Первые пять лет тяжело, а потом втягиваешься, вливаешься в эту чемоданную жизнь. Никакой личной жизни, наверное. Ну, почему же? Мы же тоже люди, и артисты, они устраивают семейную жизнь внутри коллектива, там, может быть, с другими артистами, как правило, потому что… Это самый идеальный вариант, наверное, да? Это да. А по-другому, мне кажется, никак. Ну, нет, почему? Если девушка готова, как жена декабриста, за тобой ездить из города в город, а условия порой не всегда… Есть такие артисты. Есть и такие артистки-декабристки, да, ездят. Да, Илья? Да. А, мы сразу поняли, у кого именно такое. Ну, сейчас какой график? Возвращайтесь хоть периодически домой как-то. Какой график у нас сейчас? Ну, сейчас мы весь февраль работаем в Новосибирске, а так у нас раз в год отпуск, раз в году мы бываем дома. Вы проводите его дома чаще? Ну, желательно, конечно, потому что там же тоже родственники, родные, друзья с детства там какие-то. А это вообще очень интересная тема. Как проводит свой отпуск артист Циркенко? Ну, мы репетируем с утра до вечера. Нам же нельзя бросать это все. Во сне? Да, да, да. То есть, получается, отпуска нет. Ну, нет. Это был юмор? Нет, да. Мы едем домой отдыхать, естественно, потому что работы нам хватает, иногда надо отдохнуть. Я на рыбалку выезжаю. Мое хобби – рыбалка. Алексей, помните свой первый выход на сцену? Как это было? Что вы делали? В каком году? Сколько вам времени было? Да, я как бы, как говорят цирковые, родился в опилках всю жизнь в цирке. И первый выход, скорее всего, свой не помню, потому что родители где-то, наверное, задействовали. Но из осознательного такого уже, я помню, отец меня вводил в жонгляж, в групповой, я становился по центру манежа, и из чего помню только летало вокруг меня все, летало, летало, но меня не касалось, да. Сейчас я понимаю, что это был за трех. А нужно было просто показать, что в центре может быть человек, и ему ничего не было? Да, да. Мимо тебя там ребята кидают крестом булавы, это все как бы... Да, еще маленький мальчик стоит, очень маленький, еле стоит буквально там. А что там летает? А ничего страшного, ты... Стой ровно, сын, стой ровно, да. Закрыто еще там как. Не дергайся. У папы вашего, наверное, много сыновей, да? Было. Там было. Вот черный юмор сегодня прям... Ильется у меня. Наверное, существует какое-то братство цирковое, где вы как-то обмениваетесь опытом, дружите с другими артистами, как общаетесь, коммуницируете? Ну да, это братство существует, называется коллектив. Нет, не только внутри вашего цирка. Я имею в виду с другими коллективами. Да, конечно, мы поддерживаем отношения, да, мы это все дружим. Одна большая же семья, как у нас говорится. Ну, с нынешними технологиями это все элементарно, как мы можем дружить с другими артистами. Конечно, да. То есть нет каких-то мероприятий, там, фестивалей, где вы собираетесь там раз в пять лет? Ну, это уже другое маленько отдельная тема, цирковой фестиваль. Там, когда люди собираются... Что такое такое? Ну, конечно, их полно, и в России, и за рубежом, и это набирает популярность, как бы. Теперь я понял, почему теперь цирковые артисты играют в КВН. У них тоже примерно все, у них похоже. Тоже фестивали сходки? Фестивали, да. Тоже братство, тоже все, да. Есть сходства. Вы ездили на какой-нибудь фестиваль в другой стране цирка? Мы ездили, да, на международный фестиваль в Северную Корею, да, назывался «Апрельская весна в честь день рождения Ким Ирсена». Ну, там как бы стали лауреатами. Призов на всех не хватило. Ну, это все равно довольно... Круто, круто, конечно. Большая международная делегация там и так далее. А из России еще были кроме вас цирки? Артисты из России были, были. Разные были. Там очень много было всего. Ну, все равно вы же смотрели правильное выступление других людей. Конечно, интересно. Сильно отличается русский цирк от другого? В чем принципиальное различие? Так, русский цирк дает школу, да. Китайский цирк, не знаю, они просто с трех лет детей там ставят в стойки шпагаты и так далее. Русский цирк основа, допустим, на дрессуру. Китайский там, на гимнастику. Есть отличия, да. Итальянский там, на что-то, на другое там, на режиссуру и так далее. Просто в каких-то ведущих номерах. То есть у нас больше дрессуры там, у кого-то больше гимнастов, у кого-то больше... Ну, вот благодаря таким династиям, как Филатовы, Дуровы и так далее, у нас самая сильная школа дрессуры в мире считалась. А какие мы говорили с вами только про медведей и как-то упустили, а еще какие животные? У нас есть номер, экзотическая группа животных. Там представлены обезьянки, попугаи, пони, собачки, питоны. Да вроде никого не упустил, да. Есть также и номера с хищниками, как медведи, но есть еще номер леопарды на свободе. Это леопарды без клетки, чисто на поводках работают. Такие номера из Моногача. Ну так тоже, взглядом со стороны, можете сказать, какой зверь самый привередливый или самый капризный, самый сложный в воспитании? Медведь, да? Хуже обезьян. Здорово, у нас в студии были ребята из цирка Филатовых, Илья Манин, Алексей Смирнов. Спасибо вам большое, но не уходите. По традиции нашей программы мы немножко мучаем гостей в конце интервью обычно. И вас немножко помучаем, уж не обижайтесь. Расскажите нашим слушателям что-то забавное из жизни. Да, забавное из цирковой жизни. Ну, если мы уж работаем в коллективе Филатовых, надо, наверное, отметить случай из жизни Филатовых. Был такой забавный случай, он даже описан в книге «Медвежий цирк». Как известно, медвежий цирк, медведи там делают все. И на велосипедах катаются, и по канату ходят, и прыгают сальто, и на мотоциклах катаются. И вот как-то медведь сделал круг по манежу на мотоцикле, выехал благополучно за кулисы. Случайно как-то в цирке это бывает, оказались открыты ворота. Медведь выехал в город и поехал по городу. Да, это реальный случай из жизни, это не байка. Так, и на каком этапе его поймали? Ну, я не знаю, наверное, везде ему зеленый свет дали. Ну, просто так. Как кто его остановит? Пока гаишник не остановил. А как он остановит? Когда увидит это, что это? Вам превышение или что? А за ним клоуны на одном колесе тоже такие «Подожди, подожди». Пока, наверное, горючка не кончилась, не знаю. Финал истории не помню, но все благополучно закончилось. Здорово. Еще раз спасибо, друзья. Илья Манин, Алексей Смирнов. Спасибо вам. Приглашаю всех в цирк, да. И мы говорим до свидания, до завтра. Толоваева Настя. Александр Часоветин. Наша яркая Виолетта. Всем добра и позитива. Живите интересно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok